Друзья и снова здравствуйте! Я рада приветствовать вас у себя на кухне. И сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления фаршированного карпа. Фактически всегда такое блюдо я готовлю на праздничный стол в моей семье. И хочу рассказать и показать некоторые нюансы его приготовления. И конечно же нам нужно подготовить саму рыбу. В моем случае это карп, он весом 2 кг. И нам нужно отделить шкуру карпа от тушки. Вначале надрезаем ножом и дальше с помощью рук вот так вот пальцем я как будто бы отдираю ее от мяса. Поверьте друзья, сделав это один раз, на следующий раз и на все остальные разы у вас получится все очень просто. Вы поймете как вам удобнее, как проще, как быстрее. Но вы видите, в общем ничего сложного, все просто и быстро. Отделяем шкуру. А теперь нам нужно отделить и хребет. Аккуратно ножом я стараюсь найти хрящ, по которому легко будет разрубать хребет. И вот таким вот образом, как будто бы выворачивая носок, я выворачиваю тулуп рыбы. И аккуратно подрезая все плавники, снимаем кожу из тушки. И в общем времени это у меня заняло где-то 10-15 минут, не больше. Но все это ловкость рук, конечно, с первого раза все сложнее получается. Отрубываем хвост и вот в итоге такая оболочка для будущего фаршированного карпа у нас получилась. Отправляем в сторонку и займемся фаршем. Отделяем мясо от костей. С оставшихся костей можно сделать очень вкусную уху. И также я использую курятину. Вот вы видите, я использую бедра. Деляем от косточки, нарезаем кусками. И пропускаем рыбу и куриные бедра через мелкое сито мясорубки. Также через мелкое сито мясорубки я пропускаю лук. Замоченный заранее в воде батон. Заранее я обжарила лук и морковь на сливочном масле. И половину я пропускаю через мясорубку. И половину в фарш отправляю просто целиком. Тогда в разрезе наша рыбка будет очень хорошо смотреться. И осталось нам только заправить фарш. Добавляем яйца, соль по вкусу, приправу к рыбе и манку. Точное количество всех ингредиентов, как всегда, я оставлю в описании под этим видео. Хорошо все вымешиваем. Кстати, что еще хочу сказать. Куриные бедра можно и заменить на куриное филе. Но с бедрами мне нравится больше. Наш фарш получается сочнее. Там есть немножко жира и все не так постно и сухо. Хорошо выбили фарш и формируем рыбку. Также обязательно нужно из карпа вынуть глаза и жабры. И начиняем. Вначале я напихаю плотно хвост. И потом, формируя такие большие котлеты, я напихаю весь фарш. Дальше переворачиваем карп вот таким вот образом. И с помощью рук придаем ему форму. Противень для запекания я застилаю фольгой и смазываю немножечко растительным маслом. Сверху саму рыбку нам также нужно взбрызнуть растительным маслом и посыпать приправой для рыбы. Натираем шкуру карпика этими приправами и с помощью рук задаем форму для рыбы. Если хотите, можно живот и зашить. Но это и так получается все красиво и просто. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 1,5-2 часа. Все зависит от величины вашей рыбы. И в общем, смотрите, я думаю, вы уже разберетесь. И вот посмотрите, какая в итоге румяная, ароматная рыба у нас получилась. Это, конечно же, красиво, безумно вкусно. Можно подавать в горячем виде, но в холодном это идеальная, просто отличная рыбная и красивая закуска. На праздничном столе это смотрится просто великолепно. Я ее остужаю полностью. И вот посмотрите, какой однородной и плотной текстуры у нас получилась рыба. Очень часто такую рыбу я готовлю и просто себе для перекуса. В общем, вместо колбасы в итоге получается такой легкий рыбный паштет. Он очень вкусный. Вот можно приготовить такую рыбку и на несколько дней у нас уже есть такой быстрый перекус. Ну что ж, мои дорогие, вот в итоге такая красотень и вкуснотень у нас получилась. Если этот рецепт вам понравился, а я уверена, что это так, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. До новых встреч, всем пока и приятного аппетита! Друзья, приготовьте такую красоту и вкусноту на праздничный стол и это блюдо станет украшением вашего стола. До новых встреч, всем пока!